Новый торговый центр «Щелковский» расположился на восточной границе Москвы. Он примечателен не только магазинами и развлекательными зонами. В нем разместился обновленный автовокзал «Центральный». С крыши здания будут отправляться междугородние и международные автобусные рейсы. Как это стало возможным, узнала Наталья Кравченко. В «Щелковском» можно успеть за полдня выполнить двухдневную норму дел. Здесь работают фитнес-клуб и бассейн, детский развлекательный центр и кинотеатр, кафе и магазины. Действует ярмарка фермерской продукции от агрокластера «Фуд-Сити». Торгово-развлекательный комплекс объединил 250 арендаторов. Площадь «Щелковского» – 150 тысяч квадратных метров. Он занимает пять подземных этажей и один надземный. Здесь не только развлечение. На любой вкус и кошелек – это еще и социальный проект. Флагманский МФЦ Восточного округа, который будет в общей площади в совокупности 2700 квадратных метров. Они открываются в середине ноября. Так что все жители Восточного округа смогут очень успешно пользоваться услугами МФЦ. В многофункциональный комплекс «Щелковский» – новый проект группы компании «Киевская площадь», которую возглавляют год Ниссанов и Зарах Ильиев. В собственности крупнейшего держателя коммерческой недвижимости в стране находятся спорткомплекс «Олимпийский», гостиница «Украина», гастрономический квартал «Депой» и торговый центр «Европейский». «Щелковский» унаследовал лучшие традиции своих старших собратьев. Внимание на наш арт-объект, подвешенный шар в центральном атриуме, медиаповерхности, которые будут использоваться для интерактивного развлечения посетителей нашего торгово-развлекательного центра. Строительство началось в 2017 году. Строители применили технологию «Стена в грунте», позволившую возвести железобетонные стены подземных этажей до этапа котлована. Значительной особенностью этого проекта с архитектурной точки зрения стали огромные часы, которые установлены на фасаде. Это девятиметровые часы в диаметре, золотого цвета, с красными стрелками. Мы ожидаем, что эти часы станут визитной карточкой всего района. Архитектурное здание задумывалось, как такой большой корабль. Отправиться в плавание на этом корабле не получится. А в Рыбинск, Киров, Таллинн и еще в несколько городов страны и ближнего зарубежья легко. Главная фишка «Щелковского» – автовокзал «Центральный». Вроде бы обычная неспешная прогулка теплым октябрьским днем. Новая плитка. Как будто бы после реконструкции сдана одна из улиц российской столицы. И кто бы мог подумать, что мы находимся на последнем этаже нового торгового комплекса. Это первый автовокзал в Москве со встроенной автомойкой, ремонтным центром и гостиницей. Все это занимает первый и шестой этажи. Автовокзал находится на шестом этаже торгового центра на высоте 35 метров. У нас здесь разделенные зоны. Зона отправки пассажиров находится на шестом этаже. Зона прибытия на первом этаже разделили пассажиропотоки, чтобы они не пересекались и не мешали друг другу. В зале ожидания можно отдохнуть, купить сладости в дорогу и уложить ребенка на дневной сон. Отдельная комната оборудована для маломобильных граждан. В случае экстренной ситуации им есть где спрятаться до прихода спасателей. Многофункциональный комплекс «Щелковский» занял место на карте района Галиянова, но стал торговым, развлекательным и транспортным центром для всей столицы.